При планировании отпуска важно выбрать не только удобные даты, но и подумать о финансовой стороне вопроса. Из-за особенностей расчета, отмечают специалисты, работник может получить меньше или больше средств. У жителей областной столицы мы решили узнать, на что они обращают внимание при выборе отпуска. Многие жители областной столицы рассказали, что для отпуска выбирают чаще всего именно летние месяцы, июль и август. Самым непопулярным оказался отдых зимой. Какой месяц для отпуска выбираете обычно? Август. У меня всегда июль-август. Тепло, хорошо, и мухи не кусают. В основном летом. Вот какой месяц самый любимый был? Август. А почему именно его выбирали? А потому что все дешево и погода хорошая на море. Вообще, в принципе, я выбрал быстрее март, потому что, во-первых, у меня день рождения в марте. А еще выбрал бы, скорее всего, июль, потому что это один из самых жарких месяцев. И получается, это очень такой разгарный день, как раз пляжи, все вот это очень хорошо открывается, очень много туристических мест. При решении вопроса, какое время выбрать для отпуска, многие жители областной столицы ориентируются на возможность отдохнуть с семьей. Однако некоторые не смогли ответить на этот вопрос, чем руководствуются при планировании отпуска. К слову, еще одно популярное время для отпуска – осень, в частности, сентябрь. Сентябрь. Потому что летом можно и здесь погулять, тепло, а так? В сентябре лететь. Сентябрь. А почему именно он? Ну, самый теплый, нежный. Как в отпуск отпустят на работе, но попеременно, как попадет, как выпадает. В отпуск хожу два раза в год. А скажите, пожалуйста, какие месяца выбираете? Там по работе как-то дадут. То есть выбирают все у нас в весеннее и зимнее время два раза в год. А летом не получается? Летом нет, не получается. Летом работа. По мнению специалистов, самые выгодные в России месяцы для отпуска в этом году с точки зрения доходов – это июль, август и октябрь. Ведь отпускные напрямую связаны с особенностями их расчета и зарплаты за отработанные дни.